В том году у нас упала печка в подполье, вместе с потолком обвалилась. Начал сын подделывать дом, потолок опять упал. И этот бесконечный ремонт тянется уже 9 лет. Столько семья Буздаган живет в этой квартире. Самой же постройки 6 десятилетий. Дом один из первых, возведенных в селе в середине 50-х в эпоху поднятия целины. Монтировали тогда щитовые коробки с утеплителем-стружкой лишь на время. Люди и предположить не могли, что жить в них придется и детям, и внукам. У Людмилы Буздаган двое сыновей. Только благодаря им это хрупкое жилище еще стоит. Здесь я вот, когда у нас все рухнуло, все насквозь мокро было. Вот я все менял, видите, вот низ у меня утепленный, вот как низ поменял полностью, чтобы дом не рухнул. Маленько, да. Да, вот низ утеплел. Уже несколько лет две соседских семьи пытаются решить вопрос с переселением. Говорят, документы собраны, но на разных инстанциях теряются. Местные власти пошли навстречу, предложили пока временный переезд в более комфортное жилище. Но причина отказаться оказалась больше, чем паковать вещи. Предлагали однокомнатную. Временное жилье социальное освобождалось по Советской улице. Но я отказалась. Почему? Во-первых, у меня хозяйство, мне его некуда поставить, там не стоят ничего. Во-вторых, я одна и два взрослых парня в одной комнате. Сами понимаете. Между тем, в сельсовете делают все возможное, чтобы не оставить людей в продуваемых насквозь домах. Полтора года назад барак осматривала комиссия. Заключение направили в райцентр. Но в программу переселения строение так пока и не вошло. Сейчас у нас администрация района сказала заказать независимую комиссию на акт обследования. И в сегодняшний день мы не знаем даже, подать мы заявку подадим, а оплачивать финансирование в администрации никакого нет. И каким образом людям зимовать, они уже больше не перезимуют. Наталья Громашова, Антонина Томачакова, Иннокентий Араштаев, Вести Хакассия.